Наведывание памятного знака у гонор-операции «Багарсион» у программы уездного посаджения уключили не вопадково. Миновитой сюль у червяне 44-го почалось вызволение Беларуси. К тому складание кветок до помника – это перш за все память об нашей истории. Культура и духовность – ящедна тема для обмеркования. Открытая в минулом году церква у Весы Дуброва, Светогольского района, 4-ая по лику. Першие три по разных причинах не заховались, причем опошнее 70-х годов тут у Вогули не было храма. В Беларусском союзе Жан-Чен погаджаются. Сегодня церква – не только место для проведения службы. Зуликому выховавчий ролик – это ящая и складающая той социальной политики, которая проводится в державе. Это пытание, до речи, члены Беларусского союза Жан-Чен плануют обмерковать на пятом усебеларусским народном сходе. Конечно, очень важно, как будет реализовываться программа семейного капитала. И мы сегодня хотим обсудить вопрос о том, что мы знаем, что до 2019 года семейный капитал, что стоит ли продолжать эту программу. А надо сказать, что благодаря ведению и семейного капитала, и поддержке многодетных семей, количество многодетных семей по сравнению с 2009 годом, когда была перепись населения, последняя увеличилась на 23%. Это, конечно, весьма внушительная цифра. Агрогородок Дуброва, який наведывается представницей Беларусского союза Жан-Чен, ящедно подтверждение того, что у вязковых женщин великий потенциал. По великим рахунку, дякуючую первую чергу их намаганием, тут организовали день вязки со шматрикими аттракционами, концертами, гульными и уручением подарунков. Ветеранам, передовикам в творчестве, шматридетным мате и молодым семьям таких у Дуброви немало. Тут дом построили недавно, восьмиквартирный, вот сегодня будем вручать ордера на заселение. Потом еще планируется в этом году построить коттеджный один дом, и еще один восьмиквартирный дом тоже до конца, наверное, года построят. Агрогородок Дуброва полностью газифицирован. Тут достаточно хорошая зарплата. Членов Беларусского союза Жан-Чен цикавит все, а тому от справ вязковых до ситуации у промысловости. Завод сутьфатный белинный целлюрозовый в Светлогорску повинен быть сдаден в эксплуатацию в этом году, але об умовах працы у тем веку для работниц можно мерковать уже зараз. Центральный пульт предприемства нагадывает центр кирования космичными сподорожниками. Працовать тут будет комфортно, але для этого необходимо быть соправдным профессионалом. Отделение дженного знаходжения для молодых людей с обмежеванными максимальностями у Светлогорска в СНУЕ 8 годов. Зараз что день сюда приходит до 20 человек. Эта установа так само не заставалась по заувагой Беларусского союза женщин. Марьяна Щеткина знайомится с работой центра и доведывается цикавую информацию. На передней Александр Ментус привез с областного фестивалю творжести сярод детей и молодых с обмежеванными максимальностями диплом другой ступени. Яго танец журы и глядачи усприняли на ура. Сочиня Беларусского союза женщин просить повторить еще раз. Теперь уже для гостей. На пленарном посередине Беларусского союза женщин размова в деятельности областных организаций и ближайших планах тут и выпрацовка пропанул по досконаливанию законодавства об социальной обороненности и реализации права женщин на працу и подрыхтовка до 5-го Всебеларусского народного схода. Женщины в уголе не сбираются заставаться в боку от жития краины. А тому еще одно обмеркованное питание у дел в парламентских выборах. Для нас это тоже очень важно, чтобы в новом парламенте были представлены женщины. Потому что у нас очень много активных людей, которые готовы принимать участие в управлении государством. Желают этого, они будут предлагать, опять-таки, и продвигать свои идеи, свои программы. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Светлогорский район.